Прокатиться на колесе обозрения в парке Гагарина можно как в будни, так и в выходные. Интерес посетителей к этому аттракциону не спадает, а значит и санитарная обработка в усиленном режиме. Хлорсодержащий раствор после каждого круга наносят на все поверхности, к которым прикасаются люди. Это турникеты, столики, ручки. Несколько раз в день проводят и капитальную дезинфекцию. В будние и выходные дни разный режим работы аттракционов. В будние дни он открывается в 13.00, работает до 22.00 с одним перерывом. Соответственно, санитарная обработка проходит три раза в день. В момент открытия аттракционов, перерыв и по завершению работы. В выходные дни у нас аттракцион работает с 10.00 до 22.00. Соответственно, в течение дня два больших перерыва и на одну большую капитальную уборку у нас проходит больше. Сами посетители должны соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности. Всем желающим прокатиться для начала измеряют температуру. Предоставляют маску, если нет своей. И только после этого можно отправляться в путь. По новым санитарным требованиям в кабине должно находиться не больше двух человек. Но в этом тоже есть свои плюсы. Никто не помешает сделать селфи на высоте. Сергей Юртаев живет недалеко от парка и регулярно выходит на прогулку. Летом уже катался на колесе обозрения. Теперь планирует посетить аттракцион и зимой. Скорее всего, сейчас морозы пройдут, мы, наверное, с семьей придем и еще раз попробуем прокатиться, может, даже вечером. С точки зрения безопасности из-за коронавирусной инфекции не переживаете? Да, я думаю, здесь в этом плане все безопасно. За безопасностью и соблюдением всех требований Роспотребнадзора в городе продолжают следить, несмотря на изменившиеся погодные условия. По-прежнему не останавливается работа на тех объектах, в которых тепло. Таким и относятся часть аттракционов, например, в парке Гагарина колесо обозрения. Также проводятся работы на закрытых общественных территориях, это общественные туалеты, на набережные, в парках, в скверах, которые существуют. Также там ежедневно ведутся работы по санитарной обработке, действующим раствором поверхности. Проводить санобработку отапливаемых объектов посещения будут до тех пор, пока в городе не улучшится эпидобстановка и не снимут все ограничительные меры. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов.